Друзья, привет! Это Вадим и канал Австралии по-житейски. И в этом коротком видео я отвечу вам на ваш вопрос, сколько стоит отдых в Австралии, а конкретно на Голд Косте. Значит, ребят, так, все зависит от вашего бюджета и от ваших желаний. Итак, если говорить о стоимости перелета, если вы перелетаете из России, то, естественно, перелеты разные, в зависимости, откуда лететь. Перелеты внутри Австралии могут стоить даже от 50 долларов, если вы найдете какой-то спешл, какой-то дил. А так, ну, я не знаю, в районе, наверное, полутора сотен будет стоить перелет, может, даже двух сотен из таких крупных городов, допустим, как Сидней и Мельбурн. Вот, ну, опять, в зависимости от времени, когда вы летите, если, скажем, вы летите на Новый год или на какие-то основные такие праздники, то цены будут дороже. Если когда-то вне сезона, то можно найти вообще дешевые очень билеты. Значит, насчет проживания. Отелей, отелей здесь очень много. Стоимость за ночь, за комнату, как считается, будет, наверное, от сотни долларов до полутора тысяч, смотря, где вы собираетесь жить. Мы обычно предпочитаем снимать небольшие резорты, то есть это отель, который включает в себя и бассейн, и спа, и для детей что-то можно, чтобы они поделали, поразвлекались. Чуть попозже я сделала небольшой тур по этому отельчику, где мы остановились. Значит, мы конкретно заплатили что-то в районе 500 долларов за три ночи, что, в принципе, неплохо. Так как супруга у меня работает тревел-агентом, она нашла очень хороший такой дилк, так это. В среднем можно найти отель за полутора, за полторы сотни, если вы вдвоем без детей, то есть если вам нужна фактически одна комната. За 200-250 уже двухкомнатные отели, но опять тоже в зависимости от времени, когда вы сюда приезжаете. Естественно, на Новый год, если вы захотите приехать на Рождество на Новый год, вам надо позаботиться об этом, ну, я не знаю, месяцев за 6-8 заранее, чтобы забронировать что-то такое недорогое. Иначе все раскупается, ничего фактически не остается. Вот, значит, из-за развлекаловок. В основном, ребята сюда едут, чтобы посетить знаменитые австралийские парки развлечений. Здесь две основные компании. Это Warner Brothers, которым принадлежит Мури Волд, Wet n' Wild, Sea World, Outback и Australian Farm. Что касается цен, значит, очень выгодно покупать пасс. Допустим, если вы приезжаете на несколько дней, можно купить пасс, скажем, на 7 дней. И этим пассом вы можете пользоваться вот любым из перечисленных парков. Пасс будет стоить на 7 дней, что-то в районе 90 долларов. Но для сравнения, скажем, просто посетить один раз Мури Волд, вам будет стоить 90 долларов, 8 из 9. То есть вы понимаете, насколько выгоднее покупать пасс. Sea World будет тоже стоить 80, там, с копейками. Wet n' Wild 70 с чем-то. Ну, в общем, цена в районе 80-90 долларов. Так что выгоднее купить пасс сразу и не париться. Делаю карточку, я не знаю, смогу я здесь карточку найти или нет. Где-то, наверное, здесь пассы были. Создают творческий бардак, ну, неважно. В общем, такая бумажка, типа карточки, там даже ваши фотографии делают. Все это, естественно, вы заранее можете забуковать через интернет. И при входе в любой из парков вы показываете, что вот я забронировал. И вам делают тут же фотографии, делают вот эту вот карточку. По ней вы можете проходить в любой из парков. Есть еще одна компания, точно не помню, как она называется. Им принадлежит 2 или 3 парка. Два самые знаменитые. Это Джим Волт и Уайт Волт. Я бы сказал, там поинтереснее, поинтереснее для молодежи, поинтереснее для таких уже взрослых. Потому что там горки такие прикольные и действительно традиционно такие, знаете, что дух захватывает. Больнер Бразнес, он такой больше для детей. Особенно Сим Волт, вот мы туда ездили, там совсем для детишек. Там хорошее шоу дельфинов, шоу тюленей. И можно понырять даже, поплавать с рыбками. Хороший очень аквариум. В общем, очень хорошо сделано для детей все. А Муби Волт тоже очень много и для детей сделано. Но есть такие хорошие горки, на которых тоже можно прокатиться. А Уайтон Вайлд, ну это обычный парк развлечений, где это, как у нас называется, слайдеры. Я забыл, как они по-русски-то называются эти, где горки, на которых можно кататься водяные. Вот, а значит, что еще? Какие еще развлечения здесь есть? Неподалеку, наверное, километров 40 от Голд Коста есть местечко, которое называется Маму-тамбурин. И там много тоже развлечений. Там есть такая, как тарзанка, такой кабель и металлический, на котором можно так вот практически по верхушкам деревьев лететь. Стоит это тоже около 80 долларов, что ли. Вот мои пришли. Вот, собственно, отель, творческий бардак. Ну вот, собственно, отель. Самое время выйти, потому что моя супруга с детьми приперлись и, естественно, ничего снимать не дадут. Значит, на чем я остановился? А, Маунт-тамбурин. Там есть такие развлечения, как на тарзанке, на такой покататься. Есть и пещеры, по которым можно погулять. Можно и на машинах там поездить. И на, как они называются, на квадроциклах. Вот видите, ребята, вот такой вот симпатичный отельчик-резорт. Вот он четырехэтажный. Мы живем на первом этаже. Все в зелени утопает, как я сказал, всего буквально 600 метров от моря. Там вот идет народ. Не будем народ смущать. Давайте здесь прогуляемся. Вот, ребят, собственно, такой вот был кост отели. Отели, развлечения. Пожрать здесь будет стоить от 20, наверное, до 50 долларов. За 20 долларов можно поесть какой-то тайской еды. Китайцев за 20 долларов тоже можно покушать. Но такая более приличная, европейская, да, вам обойдется в ресторане, наверное, долларов в 40-50. Ну, вот, ребят, видите, какой симпатичный отель. Вот там будет бассейн. Вот сам бассейн. Есть еще и джакузи. А там барбекю-эрия, барбекюшница стоит. Можно пожарить сосиски. А сейчас я пойду в место, где можно поиграть в гольф. Оно так, в принципе, и называется, мини-гольф. Только мне теперь надо найти, как туда пройти. Вот такой милый бассейнчик. Во! Вот туда. Во! Вот они! Мастера гольфа. Вот, ребят, отдыхать не работать. Очень здесь здорово. До этого мы останавливались еще в отелях. Жили мы на девятом этаже, насколько я помню. Тоже мы платили что-то долларов 120 за ночь. Кстати, в отеле, который мы снимаем, есть кухня, есть холодильник, есть стиралка. В общем, фактически как квартира, где вы можете купить продукты и, собственно, жить, тебе готовить. Есть ложки, поварешки, сковородки. В общем, голодными вы не останетесь и можно очень хорошо сэкономить на еде. Есть отели, в которые включен, допустим, завтрак. Называется он как Бэттен Брэкфэст. Будет стоить чуть дороже. Ну, не знаю, нам лично нравится готовить самим. Потому что, ну, что хотите, то, собственно, и приготовили. Также можно и поужинать. Ну, хотя обычно вечером мы выходим в какие-то ресторанчики поесть. Вот, что здесь еще за развлечения? Да много чего есть. И кино здесь можно сходить. И музей ваксовых фигур есть. И фактически в центре продается, вот это Surface продается есть. И как тарзанка, такие колеса. Как колесо, не знаю. Когда вас оттягивают в люльке на тросах и вверх вылетите. Вот такие вот развлечения тоже есть. Машину можно снять. Машина стоит, насколько я помню по памяти, долларов от 70 за самую малютку покататься. Вообще, в прошлый раз, позапрошлый раз мы приезжали не на машине. Мы прилетали сюда, брали машину на прокат. Ездили тоже было не очень, в принципе, дорого. Можно взять на прокат скутер, если у вас есть лицензия. Есть также велосипеды на прокат. Можно взять. И я даже видел электрические сейчас велосипеды. Вообще интересно. Никогда вот не пользоваться такой услугой. Очень много горок для детей, всяких парков, всяких аттракционов вдоль побережья. В общем, отдыхать здесь, ребята, очень здорово. И я бы сказал, не очень дорого. Так что, если вы найдете отель, если вы сюда приедете, то за неделю или дней за пять вы выложите, наверное, в районе, ну, я не знаю, долларов, наверное, 500. Вот так вот. То есть, ну, в принципе, можно себе это позволить. Не каждый же день ездить. Ну, а сейчас я пойду окунусь в бассейн. Надеюсь, это видео с этой информацией вам было полезно. Под видео в описании я вставлю несколько ссылочек, наверное, на вот эти вот парки аттракционов. Может быть, и на отеле. В общем, ребят, ищите. Если я что-то забыл, не ленитесь. В интернете информации полным-полно. Вот. Хватит болтать. Спасибо за просмотр. Всего вам самого лучшего. За вашу поддержку. За ваши комментарии. За ваши лайки. И до скорых встреч, ребят. Удачи.